Мой коллега, не буду называть его фамилией, скажу только, что это главный редактор одной радиостанции, зовут его Алексей Алексеевич, рассказал мне, что он беседовал с тремя десятками депутатов по поводу этого антисиротского закона, и только двое из них пытались что-то лепетать, оправдывая этот закон. Остальные разводили руками и говорили, ну ты же понимаешь. Мы имеем дело с негодяями, но негодяями очень особенного свойства. Это абсолютно равнодушные люди, абсолютно омертвевшие равнодушные люди, которых ничего не интересует, кроме того, чтобы их не отцепили от их кормушки. Равнодушию можно противопоставить только неравнодушию, у нас просто нет никакого другого оружия, кроме этого. Если мы вслед за ними будем равнодушны, по поводу своих кормушек или по поводу своей лени, если мы будем равнодушны, как они, то мы соучастники этого преступления. Все очень просто. Все очень просто на самом деле. Нас многое разделяет. Нас, тех, кто выйдет в этот день, я думаю, разделяет довольно много. И политических разногласий, и эстетических, и каких угодно, и вкусовых. Но слишком многое в этой истории объединяет любого нормального человека. Это не политическая история, это гигиеническая история. Если мы по поводу этого умудримся не объединиться, если по поводу этого мы умудримся сидеть дома и находить себе оправдание тому, чтобы не ходить, Ну, значит, мы действительно пингвины, даже не по Анатолию Францу, а просто пингвины. Никакая не нация, так население, обитающее на этой территории. Территория, которая принадлежит негодяям. Не надо жаловаться на негодяев. Это негодяи от нашего имени. Они могут позволить себе это негодяйство, потому что мы сидим, а не выходим. Надо выходить. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за Роспуск Госдумы. Мы вас не выбирали! Мы вас не выбирали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok